Ну а я напоминаю, что в группе ВКонтакте я регулярно устраиваю сборы на новые SSD, после чего их разыгрываю. Также не забывайте про мой сайт ProSSD.ru, где я создал удобные сравнительные таблицы, чтобы вы могли выбрать самый подходящий для вас SSD. Всем привет, с вами Давилович и сегодня снова обзор оперативной памяти и он получился не просто так. Так, я совсем недавно увидел, что в продаже появилась зелень, то есть OEM память от Samsung, но с частотой 3200 МГц в стоке. И конечно же я не мог пройти мимо и конечно же я уволок ее домой, для того чтобы сделать обзор, такой какой получится, такой какой умею делать. Так что друзья, давайте посмотрим поближе на память без распаковки, после чего перейдем к тестам. Кстати, данную память можно купить по низкой цене, ссылочку оставлю под этим видео, переходите, смотрите, сравнивайте и я думаю можете покупать. И на удивление память сразу же завелась на частоте 3200 МГц и в вольтаже 1.2. Лично мне было это очень удивительно, но давайте посмотрим, что же здесь за чипы памяти установлены, с чем же мы имеем дело. Итак, смотрим Samsung, к сожалению, C-Di. Я почему-то надеялся, что будут все-таки здесь Samsung B-Di, но все же, все же здесь нормально. Нормально, отлично, с этим разобрались, теперь давайте посмотрим на систему. Система Ryzen 5 3600, материнская плата X570 Aorus Master, ну и наша память. Работает на таймингах 22, 22, 22, 52, отлично. И что ж, будем пробовать уменьшать, чисто у нас сейчас, как видите, стоки 3200 МГц, вот эту сумму умножаем на 2. Так, отлично, с этим разобрались, идем дальше. Ну и конечно же, это у нас AIDA64, выполним тест кэша и памяти и посмотрим, что же память нам сможет здесь показать. Так что, ждем. Тест завершен, получаем очень неплохие результаты и низкую задержку. Дальше давайте посмотрим, какие результаты покажет встроенная утилита WinRAR. Ну и здесь получаем тоже достаточно хорошие, высокие значения. Что ж, с этим разобрались, давайте пробовать память разгонять. Что ж, основные тесты сделала, память взяла чистоту на тех же самых таймингах 3933 МГц, как можете увидеть. И если честно, это меня очень удивило. Но тайминги 22-е никуда не годятся, поэтому после теста на стабильность, который мы сейчас делаем тест мемом, будем понижать частоту и уменьшать тайминг, для того, чтобы добиться более-менее нормального результата. Итак, тест пройден, ошибок нет, все стабильно, но по итогу все равно прирост небольшой, а задержка даже увеличилась. Поэтому будем понижать частоту и уменьшать тайминги. Более-менее стабильно память удалось завести на частоте все той же, 3200, но уже с более интересными таймингами. По таймингам у нас получилось 16, 17, 17, 38, и сейчас я вам покажу. Вот, и сразу же перейдем к тесту на стабильность, чтобы не тратить время потом на тесты AIDA64, если память будет нестабильна. Отлично, тест завершился без ошибок, а это значит можно продолжить тестирование. И давайте посмотрим, что же нам покажет утилита AIDA64, тест кэша и памяти. Тест завершился, прирост есть и задержка у нас уменьшилась с 82,8 до 76,9. Отлично, дальше тест WinRAR и давайте посмотрим, что у нас будет здесь. Ну и здесь, как можете видеть, тоже прирост есть. Что ж, результаты с вами получили, давайте двигаться дальше и пробовать увеличить частоту, не меняя таймингов, что у нас из этого получится. Верю в успех, я конечно уже плохо, но давайте попробуем. Ну что ж, результаты получились не такие, какими я их представлял. Я думал, память погонится вверх, там до 3600, а может даже и больше. И я разочаровался. Ну как, я, просто мои ожидания вот прямо обломались. Я-то думал, будет лучше. Да, получилась память погнать на тех же таймингах, но частоте 3933 МГц. Ну а что толку-то, если скорости ниже, а задержка выше. Смысл ее вообще разгонять. Поэтому я пошел дальше и уже начал двигаться от стоковой частоты. И уже более-менее выставлял нормальные тайминги. Ну и мне это удалось. Пусть частота осталась прежняя 3200 МГц, но зато удалось взять тайминги 16, 17, 17, 38, где память была стабильна и показала уже более лучшие результаты, чем они были на стоке. Но опять же, если мы будем рассматривать стоковые параметры, то разница в значениях составила, ну там, на чтении и копировании порядка 5%. На задержке, да, там у нас получилось гораздо большее уменьшение времени задержек, вот что положительно повлияет на производительность. Но результаты вот такие. В любом случае, если вы увидите эту память, она будет стоить точно так же, как, например, та же OEM память на частоте 2666 или 2400, я думаю, смело можно брать. Ну а по таймингам вы видели, что у меня получилось. И в итоге вот такие результаты. Седай, к сожалению, от Самсунга, ну, у меня не поддался под какой-либо такой суперский, зверский разгон. Возможно, ее можно погнать лучше. Но, опять же, это требует знаний, это требует ковыряния субтаймингами, подбор параметров, длительное тестирование и так далее. У меня на это времени нет, поэтому этот обзор получился такой, каким вы его видите сейчас. Все комментарии, пожелания, замечания пишем в комментариях. Все читаю, на все стараюсь отвечать. Так что, друзья, Samsung OEM на 3200 МГц обзор готов. На этом, друзья, все. Ставим лайк, подписка на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт ProSSD.ru И до новых встреч. Пока-пока. Но для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит эта память, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Ну, я думаю, можно покупать. Субтитры сделал DimaTorzok